К рождественским праздникам готовится и в Украине. Многие традиционно вспоминают о благотворительности и о детях-сиротах. Их в стране на сегодня около 70 тысяч. И в интернатах на недостаток подарков для своих воспитанников в этот период вроде бы не жалуются. Вот только говорят, у святого Николая дети просят вовсе не этого. Чего же ждут, выясняла Галина Якушко. Телефон директора Самборской школы-интерната не умолкает. Заправки, мебельные салоны, красный крест и студенты. Все предлагают привезти в интернат подарки ко дню святого Николая. Это Вика. Девочка ждет старших братьев. Они не навещали ее вот уже несколько лет. Но Вика все же надеется их увидеть. Раньше к ней приходила бабушка, но теперь ее не стало. И никто из родных девочку не навещает. Володя живет здесь второй год. Его отца и мать лишили родительских прав. В последний раз мальчика навещали еще осенью. Говорит, иногда хочется погулять по городу, но не с кем. Я хочу еще сказать, а когда ты будешь показывать? Скорее, в 10 неделю. Волонтеры говорят, детям из интернатов больше всего не хватает внимания, а не игрушек. Они имеют очень маленькое коло для общения. Они гуляют, пекут вместе пироги и созваниваются каждый день. Я не буду усиновлять. Я просто как наставник, как друг. Я с ним уже... То есть это уже человек. В моей жизни программа может закончиться. Все равно это твоя. Потому что детям нужно показывать, как семья, как отношения. И это очень важно, чтобы детям видела обычный побуд. Но пока таких, как любовь, немного. Во всей Львовской области их около 60. Детей же, требующих внимания, более 4 тысяч. К ним почти никто не приходит. Им не с кем поделиться планами на будущее и ежедневными проблемами. Галина Якуш, Юрий Голубенко. Подробности телеканал Интер Львов.